конструктор лего знают все но теперь свой конструктор появился и у клипш только вместо пластиковых деталек там саундбары сабвуферы и беспроводные колонки из всего этого как из конструктора можно собрать небольшой домашний кинотеатр причем сигнал от саундбара до тылов и сабвуфера будет передаваться по беспроводному каналу речь конечно же про клипш флексус всем привет вы на канале пульт.ру поехали саундбары клипш пользуются стабильным спросом благодаря во многом весьма насыщенному и басовитому для такого формата звучанию а также внешнему оформлению с нотками ретро некоторое время назад компания полностью обновила свою линейку саундбаров но ее концепция не поменялась это по-прежнему либо саундбары либо готовые комплекты под разные задачи и разный бюджет а вот серия флексус которая была представлена только в этом году создавалась в рамках другой философии да это тоже саундбары но только чуть более современные по стилистике кстати подобное оформление мы уже видели например в домашних спикере клипш the one plus но не в этом суть гораздо важнее что это модульные саундбары они могут использоваться и самостоятельно в сольном режиме но могут быть и дооснащены как беспроводными колонками так и сабвуфером тоже беспроводным причем ценное отнюдь не кусачий например если собрать домашний кинотеатр работающий по схеме 5.1.2 на базе старшего на данный момент саундбара core 200 который будет до оснащен парой беспроводных тылов и сабвуфером sub100 то такой комплект в сборе обойдется примерно в сто тридцать семь тысяч рублей ну а младший саундбар без дополнительной обвески стоит примерно 45 тысяч до его тоже можно до оснастить талами и сабвуфером а можно и не до оснащать потому что встроенные сабвуферы маленькие в саундбаре уже есть впрочем обо всем по порядку на данный момент серия flexus включает два саундбара получивших индексы flexus core 100 и flexus core 200 а также тыловые колонки и сабвуфер тылы и саб универсальные ими может быть доукомплектован любой из двух саундбаров максимальная конфигурация предполагает наличие одной пары тыловых колонок и двух сабвуферов причем передача всех аудиопотоков от саундбара на сопутствующую акустику осуществляется по воздуху а вот электропитание каждый компонент системы получают от розетки поэтому при создании кинотеатра на базе clip flexus убедитесь в наличии розеток возле саундбара сабвуфера и каждый из двух таловых колонок последние представляют собой сателлиты в полимерных корпусах высотой 17 сантиметров в каждом спикере установлен 8 сантиметровый широкополосный динамик и встроенный усилитель с отдачей 25 ватт наличие резьбы на одну четверть дюйма сзади и утопленного в корпус гнезда для сетевого кабеля с г-образным разъемом соответствующий двухметровый провод прилагается позволяет разместить небольшие колонки на поверхности или подвесить на стену правда в последнем случае крепление придется подбирать и покупать самостоятельно в комплекте их нет flexus sub 100 это классический активный сабвуфер куб со стороной около 34 сантиметров его масса чуть больше 9 килограмм динамик диаметром 10 дюймов то есть 25 сантиметров помещен в закрытый корпус из мдф передняя панель аппарата прикрыты матовым пластиком и напоминает рупор при этом сам излучатель прикрыт несъемным металлическим грилем ну а прочие панели корпуса отделаны очень недурственной имитацией древесного шпона наконец хотя наверное в первую очередь саундбары их как уже упоминалось два и у них много общего это и единая стилистика оформления в духе новых моделей клипш с тканевым грилем по кругу и вставками из реалистичной имитации шпона и скрытый за грилем огромный светодиодный дисплей символа на котором видно кажется отовсюду кстати яркость дисплея регулируется и также у обоих саундбаров схожая конструкция звуковой части в корпусе из акустически инертного полимера спереди по краям располагаются широкополосные алюминиевые 6 сантиметровые динамики для воспроизведения средних и высоких частот а 10 сантиметровые басовики выведены на верхнюю панель в то же время к lexus core 200 не только длиннее базовой сотки на 41 сантиметр что обеспечивает более широкую стереобазу для фронтальных каналов но также оснащен дополнительными акустическими модулями а именно центральным каналом с двумя 6 сантиметровыми динамиками и отдельным твиттером а также излучателями dolby atmos направленными вверх чтобы создать так называемый звуковой купол для его формирования используется принцип отражения звука от потолка что на практике дает едва заметный эффект но справедливости ради даже с такой реализации потолочных каналов dolby atmos звук в целом лучше чем вообще без них ну хотя бы потому что в кинотеатре попросту появляется несколько дополнительных излучателей в итоге более крупный саундбар flexus core 200 работает по схеме 3.1.2 а младший flexus core 100 по схеме 2.1 единицы в обоих случаях это те самые встроенные мини сабвуферы которые в режиме стерео или при наличии внешнего саба превращаются в низкочастотное звено для основных каналов оба саундбара можно поставить на поверхность или подвесить на стену крепление есть в комплекте для подачи многоканального сигнала предусмотрен порт hdmi и оптический вход ну а музыку помимо прочего можно слушать по bluetooth или напрямую с флешки usb-c передача сигнала от саундбара к тэлам и сабвуферу происходит через usb-донгл такой прилагается и к тэлам и к сабу но в саундбаре только один порт для его подключения поэтому если вы купили и тэлы и сабвуфер то можно использовать любой имеющийся донгл разница лишь в том что со своим изделием к которому этот донгл прилагался синхронизация саундбара произойдет автоматически тогда как с другими элементами кинотеатра саундбар придется синхронизировать вручную путем длительного нажатия кнопок синхронизации но проводится такая процедура единожды для оперативного управления предусмотрен привычный пульт часть функции доступны с верхней панели ну а все первичные параметры базовые можно настроить через фирменное приложение клипш коннект плюс тут можно настроить параметры многоканальной системы под конкретное помещение а также изменить характер звучания для этого есть как встроенный эквалайзер так и готовые предустановки в частности например режим ночного звучания режим выделения диалогов ну и так далее отдельно хочется отметить что после настройки вся система работает очень четко пользоваться приятно тем более что приложение русифицировано нет ни случаев отвала колонок то есть рассинхронизации саундбара стелами или сабвуфером никаких то программных глюков все в порядке вообще по части электроники в своих продуктах клипш в последнее время совершила если не рывок то большую подвижку возможно отчасти это связано с тем что помогают клипшам в этом японцы из онкио не секрет что онкио входит в ту же компанию премиум аудио что собственно и клип что даже входит еще и тучи других брендов так что с недавних пор онкио участвует в разработке аудиоэлектроники для большинства новых продуктов клипш и такое партнерство как по мне очень разумное потому что в аудиоэлектроники инженеры онкио понимают отлично а вот компанию клипш точнее ее маркетологов но не суть покритиковать хочется очень и даже не за отсутствие поддержки дтс потому что в саундбарах это в принципе не очень актуально а дублирующая дорожка в dolby digital есть всегда а за то что они растянули выход линейки флексус по времени ведь изначально эта линейка задумывалась как более масштабная в частности в ней сразу должно было быть два сабвуфера нынешний sap 100 и более крупный и мощный sap 200 а также две модели тыловых спикеров нынешние sur 100 и sur 200 у которых есть дополнительные динамики dolby atmos но ни двухсотых тылов и двухсотого сабвуфера компания пока не отгружает далее по нашей инсайдерской информации в линейке должно быть три саундбара а не два как сейчас третий это флагманский core 300 еще более крупный и мощный ждем его в начале будущего года ну и так же как говорят наши источники для семейства флексус изначально было подготовлено два цветовых решения нынешние черные и светлые а именно деревяшечка с серебристыми грилями примерно такое же как у домашнего спикера the one plus правда там шпон настоящий в отличие от появления третьего флагманского саундбара появление светлой отделки пока под большим вопросом но если это и случится то в первой половине 25 года ну а пока все флексусы предлагаются в единственном черном исполнении в общем если бы клипш не тянула кота за колокольчики а сразу бы выкатила все варианты оборудования причем в двух цветах то это бы конечно расширило возможности компоновки домашнего кинотеатра и позволило бы подобрать более тонко вариант именно под себя но с другой стороны а нужны ли эти старшие модели в принципе ведь по косвенной информации и 300 саундбар который должен появиться и 200 сабвуфер более мощный который тоже должен появиться и 200 сателлит эти самые с долби атмос все они ориентированы либо на более просторное помещение либо на озвучивание обычных комнат метров 20 но с более высоким звуковым давлением и в любом случае это были бы уже другие бюджеты и тут мы получаем ситуацию когда саундбарный домашний кинотеатр то есть по сути саундбар просто оснащенный тэлами и сабвуфером вторгается в том числе по цене на территорию классических домашних кинотеатров на базе аваресивера полочной акустики и сабвуфера да даже будущий флагманский трехсотый саундбар будет занимать меньше места чем классический домашний кинотеатр но и по звуку этому классическому кинотеатру саундбар безусловно будет уступать поэтому когда речь идет о бюджете 200 тысяч плюс а также о покупке довольно крупного саундбара столовыми колонками и сабвуфером то подумайте дважды а не построить ли уже нормальный домашний кинотеатр ведь саундбар изначально это в принципе компромиссное решение которое задумывалось как некий баланс габаритов стоимости и звука такой баланс который бы устроил большинство пользователей но как только этот баланс смещается в сторону более крупных габаритов и более высокой стоимости то привлекательность саундбара уже конечно же теряется и в этом смысле выход трехсотого флагмана и более крупного двухсотого сабвуфера вместе с двухсотыми тылами лично для меня неоднозначное решение а вот не такой крупный и дорогой саундбар flexus core 200 старше из нынешних вместе с компактными сотыми тылами и сотом сабвуфером для комнаты метров 15 это прям конфета некий такой универсальный вариант для игр кино и может быть даже музыки но по крайней мере популярной ну а если вы считаете себя в большей степени меломаном нежели киноманом или даже считаете себя аудиофилом и звучание музыки для вас важнее чем многоканальный звук то присмотритесь к паре активных колонок например клипш the sevens которые на музыкальном материале звучат но просто кратно лучше чем flexus до многоканального звука у вас не будет но будет лучше звук в стерео так что расставляйте приоритеты при выборе что же касается младшего саундбара с индексом core 100 то за свои 45 тысяч это тоже отличная машинка но нужно помнить что у него еще меньше стерео база чем у 200 поэтому если вы хотите услышать сколько-нибудь правильный кинотеатральный звук от кинотеатра на базе core 100 то нужно помнить что дистанция от саундбара до слушателя должна быть не больше полутора метров поэтому по моему очень субъективному мнению строить домашний кинотеатр с отдельными тылами и сабвуфером имеет смысл только на базе 200 саундбара ну а сотка это великолепный вариант для апгрейда динамиков телевизора размер помещения особого значения уже не имеет если у вас есть телевизор даже очень большой и вы просто хотите чтобы он стал звучать более насыщенно то вот как раз и покупается core 100 для этой задачи он подходит идеально на сегодня все все ссылки как обычно в описании и не забывайте подписываться до встречи